Вы помните, вы всё, конечно, помните. Как я стоял, приблизившись к стене, Взволнованно ходили вы по комнате И что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили, нам пора расстаться, Что вас замучила моя шальная жизнь, Что вам пора за дело приниматься, А мой удел катиться дальше вниз. Любимая, меня вы не любили. Не знали вы, что в сонмище людском Я словно лошадь, загнанная в мыли, Пришпоренная смелым ездоком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, В разворочённом буре будете. С тобой мучились, что не пойму, Куда несёт нас рок событий. Лицом к лицу лица не угадать, Большое видится на расстоянии, Когда кипит морская гладь. Корабль в плачевном состоянии, Я не земля-корабль, Но кто-то вдруг за новой песней, Новой славой В прямую гущу бури вьюг Его направил величаво. В феврале этого года Исполнилось 100 лет с начала Революционных событий В столице Российской империи Петрограде, Ставших прологом Октябрьской социалистической революции И повлекших крушение Самодержавной монархии дома Романовых. Объективными факторами Революционного взрыва Стало катастрофическое положение государства, Вовлеченного в мировую войну. Бедствия и неурядицы на фронте и в тылу, Неспособность самодержаве отвечать на вызовы эпохи Были мощными катализаторами Широкого недовольства народных масс, Миллионы из которых были вооружены И одеты в солдатские шинели. Все эти факторы в совокупности Обусловили чрезвычайно скорое Увеличение критической массы Революционных векторов, проявивших в феврале 1917-го Высочайший уровень общественной активности. Восстание в Петрограде было стремительным И в течение нескольких дней Власть безвольного, Бесталанного самодержавца Была свергнута. Сумасшедшая, Бешеная, кровавая Муть, что ты! Смерть или Сцеление калекам? Проведите, проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я три дня и три ночи искал вашу мёд, Тучи с севера сыпались каменной грудой, Слава ему! Его любит народ, Черни его любит за буйство! И удаль я три дня и три ночи Блуждал по тропам, Глазами ел солончака, Худачу ветер волосы мои, Как солому трепал, И цепами дождей Обмолачивал, но Озлобленное сердце Никогда не заблудится, Эту голову с плечей Сшибить нелегко! Оренбургская заря Красношерстой верблюдицей Рассветное роняло мне в рот молоко И холодное, корявое вымя Сквозь тьму Я как хлеб Прижимал к истощённым векам! Так проведите, Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Где он? Где он, мужицкий царь? Тяжелее, чем камни, Я нёс свою душу! Ах, ах, как жилось! Как хорошо жилось нам, старь! Вам расскажет отчаянный Каторжник, хлопуша! Всё равно ведь, всё равно ведь, Всё равно ведь рано поздно ли Настигает расплата Капканом терней! Заковали в колодки И вырвали ноздри Сыну крестьянина Тверской губернии! Десять лет! Понимаешь ли ты, десять лет То острожничал я, То бродяжил! Это тёплое мясо Носил скелет на щипку, Как пух! Лебяжий чёрт, Из того, что хотелось мне жить, Что жестокостью сердце Устало хмуриться! Ах, дорогой мой, Для помещика мужик! Всё равно, что овца, Что курица! День и ночь, Молясь на заре Жёлтый горб, Кандалы я рвал худыми руками, Как однажды ночью Губернатор Рейнсдорп, Как сорвавшийся лист, Влетел ко мне в камеру, Слушай, каторжник, Так он сказал, Лишь тебе, Одному поверю я, Там в ковыльных степях Ревёт гроза, От которой дрожит Вся империя! Буквально за несколько дней До отречения царя Николая Перед его семьёй выступал поэт, Которому воле эпохи Выпало стать выразителем Всех его противоречий, Метаний, жестокостей, Надежд и разочарований. Именно 19 февраля Сергей Есенин Читал свои стихи Супруге-самодержца, Дочерям и придворным. В ту пору поэт служил рядовым В составе команды Санитарного поезда. Благоговел ли Есенин Перед августейшими особами? Это вряд ли. Скорее всего, Молодому выходцу из глубинки, Попавшему в салон императрицы По протекции крестьянского певца и поэта Николая Клюева Было приятно осознавать интерес К своему творчеству Со стороны высочайших особ. Интерес был сугубо высокомерный. Этакое любопытство элиты К талантливой дворняшке. Кстати, сам Николай II По свидетельствам поэта Особого интереса К его творчеству не проявлял. Во время вступления Есенина, Которые случались, Начиная с 1915 года, Царь дремал. Это свойство последнего русского царя. Дремать наяву, Не проявляя интереса Ни к делам государства, Ни к назревающим кризисным событиям, Отмечали многие современники-самодержцы. Там какой-то бродяга, Мошенник и вор Вздумал вздыбить Россию Толпой грабителей. И дворянские головы Сечет топор, Как березовые купола. В лесной обители Ты, конечно, Сумеешь садить в него нож, Так он сказал, Так он сказал мне. И за эту заслугу Ты награду найдешь Из-за звякает в карманах Серебро, а не камни. И теперь вот, Три дня и три ночи, Пробираясь сквозь тьму, Я ищу ваш лагерь, И помочь мне некому. Так проведите, Проведите меня к нему, Я хочу открыться этому человеку. А губернатор, Губернатор, он глупый, Он думал, Я буду ему как щит, А я весь До самого пупа, Местью вскормленный Бунтовщик. Каплет гноем Смола прогорклая Из разорванных бревен Изб. Нынче же ночью Я выбегу волком Человеческое мясо Грызть. Все равно ведь, Все равно ведь, Все равно ведь, Не убьешь, Так убьют тебя аж. Нужно вечно держать, Наготовить руки. Да драки краж, Верьте, Верьте мне, Пришел к вам, Как друг. Сердце в радости Готово расколоться, Потому что Без хлопуши Вам не взять, Оренбург, Даже сотней Лихих полководцев. Будем же крыть их Ножами и матом, Кто без сабли, Так бей кирпичом. Да здравствует Наш император Емельян Иванович Пугачев. Тектонический разлом Февральских событий Пробудил вулкан Общественных страстей. Есенин, Будучи натурой чуткой И реагирующей, Отзывался в русле Всех своих умонастроений, Которые во многом Были отражением Многоукладного, Пестрого и Противоречивого Крестьянского менталитета. Драма социально-политического Разлома в обществе Российской империи, Тема русского бунта, Поэма Пугачев, Которую Есенин Наследует у Пушкина, Красной линией Проходит через Главные произведения Есенина. Причем Есенин Однозначно предвзят И не сторонний наблюдатель. Но противоречия Встают в каждой строке Есенина. Тут и бунтарство, И патриархальность Русской деревни, И город, Как противопоставление Простору степей, Индустриальный монстр, Разрушающий Нищий уклад Деревенской жизни. Словом, Сословного порядка вещей. Выход на авансцену Новых вождей и героев. Все процессы, Стартовавшие в феврале 17-го, Ярчайшим образом Отразились в произведениях Великого русского поэта, Ставшего в определенной мере И жертвой этого Бескомпромиссного, Жестокого времени. Еще закон не отвердел, Страна шумит, Как непогода, Уже хлестнула за предел Нас задушившая Свобода. Россия, Сердцу, Милый край, Душа сжимается От боли, Уж сколько лет Не слышит поле Петушье пенье, Песе лай, Уж сколько лет Наш мирный быт Утратил тихие глаголы, Как оспа И явами копыт Изрыты пастбища И долы. Немолчный топот, Вечный стон, Скрипят Тачанки И телеги. Ужель, Ужель я вижу сон, Что с копьями Со всех сторон Нас окружают Печенеги? Не сон, Не сон, Я вижу в я В ничем Незамутненным взглядом, Как лошадей, Пуская в плавь, Отряды скачут За отрядом. Куда они? И где война? Речная водня Внемлет слову, Не знаю, Светит ли луна Или всадник Обронил подкову. Все спуталось, Но понял взор Страну родную В край Искрая, Огнем И саблями Сверкая, Неумолимый Рвет Раздор. Правда Сергея Есенина это правда его времени, реальность жизни русского крестьянства в канун великих революционных потрясений. Трагедийность и оптимизм, вселенский масштаб революционных потрясений, богохульства и покаяния все вобрало в себя творчество Сергея Есенина. Ярчайшее проявление противоречий революционной эпохи. Друзья, друзья, какой раскол в стране, какая грусть в кипении веселом. Знать от того, так хочется и мне, задрав штаны, бежать за комсомолом. Я уходящий в грусти не виню, не гожи старикам, за юношами гнаться, они созревшие рожью на корню обречены процвесть и осыпаться. И я, я сам, ни молодой, ни старый, для времени в отвалы обречен. Не от того, Кабацкий звон гитары мне навевает сладкий, сладкий сон, звени, гитара милая, звени, сыграй, цыганка, что-нибудь такое, чтоб я забыл. Отчаянные дни, лишенные ласки и покоя, советскую я власть виню, и потому я на нее в обиде, что юность светлую свою в борьбе других я не увидел. Ведь что я видел? Я видел только бой и вместо песен слышал канонаду, не от того, лишь желтой головой мотался по планете до упаду. Но все же я счастлив. В сонме бурь низ я с ним и я вынес впечатление, вихрь наградил судьбу мою в золототканное цветение. Я человек не новый, что скрывать? Остался в прошлом я одной ногою, стремясь догнать стальную рать, скольжу и падаю другою. Но есть другие, те еще, еще печальнее забытия, они как котру в решете средь непонятных им событий. Как мало надо этим бродачам, чья жизнь в сплошном картофеле и хлебе. Чего же я страдаю по ночам и жалуюсь на непонятный жребий, я тем завидую, кто жизнь провел в бою, кто защищал великую идею, а я, пропивший молодость свою, воспоминаний даже не имею. Какой скандал, какой смешной скандал, я очутился в узком промежутке, ведь что я мог, того не дал, а все, что выдал ради шутки, звени, гитара милая, звени, сыграй, цыганка, что-нибудь такое, чтоб я забыл отчаянные дни, лишенные и ласки, и покоя. Века все смелют, дни пройдут, людская речь в один язык сольется, историк, сочиняя труд над нашей рознью, посмеется, он скажет, в пропасти времен есть изыскание и приметы, дрались о сонмища племен, зато не ссорились поэты, цветите, милые, и здоровейте телом, у вас другая жизнь, у вас другой напев, а я пойду один к неведомым пределам, душой бунтующей, навеки присмирев, но и тогда, когда по всей планете пройдет вражда племен, исчезнут ложи грусть, я буду воспевать всем существом в поэте шестую часть земли с названием кратким Русь выходки и скандал в революционные годы многое пришло в хаос разрушен был прежний уклад шла гражданская война Есенин жил в развороченном бурей быте неустроенность метание между поисками своего места в новых процессах и стремлением вернуться к тихой созерцательной деревенской жизни разрушали психику поэта последние его работы это предощущение коллективизации и индустриализации железный конь трактор в меняющейся деревне вынужденный репрессивная узда революционных порядков гибель былой деревни мрачные мотивы психические недуги и загадочная смерть поэта реалий того сложного времени переломная эпоха переламывает и меняет многое и многих но остался свет простых истин письмо матери духовное завещание великого поэта Сергея Есенина будущим поколением русского мира принять и простить всех красных и белых ты еще жива моя старушка жив и я привет тебе привет пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет слышал я что ты тая тревогу загрустил ошибка обо мне что ты часто ходишь на дорогу в старом модном ветхом шушуне и тебе в вечернем синем мраке часто видеться одно и то же будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож мраке родная успокойся это только тягостная бред мраке 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 не не буди как много лет назад и молиться не учи меня не надо к прошлому возврата больше нет ты одна моя надежда и отрада ты одна мой негасимый свет так забудь же про свою тревогу не грусти так шибко обо мне не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне мать в образе вселенской матери страдающих за всех своих сыновей прощающей и принимающей нам так этого не хватает сегодня в вечерний звон вечерний звон вечерний звон как много тум как много тум наводит тум наводит тум о юных днях в краю родном где я любил где я любил отчий дом и как я с ним навек простясь там там слушал звон в последний раз вечерний звон вечерний звон звон как много тум как много тум народ он нам всем живущим ныне следует помнить что в феврале 1917 года началась эпоха великих потрясений повлекших грандиозные преобразования в жизни сотен миллионов людей 1917 начало великой и трагической истории создания и разрушения советского союза как бы там ни было но спустя столько лет это и урок предостережения от забвения а творческое наследие великого русского поэта сергея есенина живое свидетельство противоречий русских эпохи гигантского разлома противоречий которые надо понять принять и уверенно смотреть в будущее мы мы 5 мы 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 мы